Друзья, мы приветствуем вас в нашей программе, посвященной сегодня у нас тема мультифункциональность бренда ЛГЦ. Мы попробуем с Ольгой напомнить на примерах уже конкретных коллекций, что из себя представляет, очень важный параметр мультифункциональность вообще для хорошего бренда. По нашей классификации, кто помнит наши выпуски, это такой пятый важный пункт или там пятое кольцо клиентское мультифункциональность ткани, то есть возможность применить ткани в различных, для различных задач, в различных помещениях. И давайте поговорим об эту тему, времени у нас как всегда не так много, хочется подробнее остановиться на каких-то свойствах, поэтому попробуем сразу поговорить на данную тему. Ольга, помоги мне тогда, может быть, с чего начать, а мы тогда уже поговорим с каких свойств данной ситуации. Ну, здесь мы будем рассматривать, сегодня мы будем говорить о трех возможных направлениях развития именно бизнеса, то есть для наших клиентов, что это может представлять. И какие каталоги, понятно, что у нас здесь не все, у нас только часть каталогов, как пример того или иного направления, которое мы бы рекомендовали. И первое, конечно, что очень важная часть, многие наши клиенты уже этим занимаются, кому-то мы рекомендуем этим заниматься, это, конечно, работа с корпоративными заказчиками, с большими объектами. И мы знаем, что там требования, конечно, более серьезные, чем для домашних интерьеров, ну, как правило, там уже есть какие-то нормы, стандарты, диктуемые и государством, и заказчика, если это международные какие-то бизнес-центры, заказчик, соответственно, какая-то иностранная компания, то у них прям в спецификациях записан целый ряд параметров. В частности, тесты, которые требуются на негорючесть международные, те параметры Вазенбика, Мартиндейла, ну, и еще целый ряд параметров, которые могут быть указаны в их спецификациях. Вот. Ну, и, соответственно, мы хотим продемонстрировать, какие каталоги в нашей, во всяком случае, складской программе «Иллигайцы» могут быть использованы для «Иллигайцы». Ну, здесь я хотел бы что отметить, значит, ты помянула сложность, особую повышенную сложность при работе с крупными подрядчиками, которые, возможно, строят отелей, такого международного толка. Вот как раз-то работа с «Иллигайцей» — это не самый трудный тип клиентов и даже, может быть, самый простой. У нас все ткани сертифицированы по международным стандартам, имеют европейские сертификаты, и поэтому проще всего как раз-то работать с клиентами, значит, с корпоративными такими объектами, которые это дело и работают на евростандарте, и работают на сертификатах международного качества. Куда сложнее зачастую объяснить это, условно говоря, местным нашим строителям. И вот тут, может, возникают определенные моменты, но мы их коснемся, я так понимаю, сертификации в условиях российской действительности в другом разделе. Мы поговорим об этом. Ну, что касается контракторского направления или работы с крупными объектами, здесь самое главное, на первый план выходят свойства тканей. И поскольку, вот мы говорим, да, большинство тканей, например, да, вот наших тканей обладает повышенной прочности, высокие характеристики по Мартиндейлу и Вазенбику дают возможность использовать ткани в местах высокой такой парковимости и пожароопасности, но вот что касается Мартиндейла и Вазенбика, да, вот ткань свыше 30 тысяч, мы говорили, да, свыше 30 тысяч, уже любая ткань, что по Вазенбику, что по Мартиндейлу может применяться на коммерческих объектах. Мы стараемся привозить ткани, ну, кроме тюби, естественно, да, любых фактур, будь то однотонненький, барпа, тишинилы или какие-то ассортивные, значит, любая фактура ткани, как правило, мы стремимся сделать таким, ну, подавать, чтобы она имела характеристики под 30 тысяч и существенно за 30 тысяч по Вазенбику Мартиндейлу для швейной, для того, чтобы вне зависимости от применения в частном объекте мы могли смело понимать или в количественном объекте мы не искали специально, да, отдельную ткань для коммерческого применения, другую для частного объекта. Почти что не будет тканей, кроме тюби, по тестам на истираемость, на износостойкость все подходят универсально, что для частного объекта, что для коммерческого объекта. Но есть ткань, помимо такой общей характеристики износостойкости, еще и обладает дополнительными свойствами, очень важными для работы с коммерческими объектами. Например, понятном деле, колец Мизана, Мизана-1 и Мизана-2. Очень популярные наши демауты, ткани подобраны и по фактурам, и по цветам, таким образом, чтобы любую такую стилистическую растяжку в зависимости от задачи иметь возможность решить. Соответственно, демауты, понятное дело, для отелей это в первую очередь солнцезащита. Окна должны быть защищены от света, причем зачастую сегодня отели современного плана, какой-то повышенной сборкой или какими-то подкладами не оформляться в отелях. Очень лаконичный дизайн, как правило, полотнами, но обычно это профиль, и полотно свободно висящее, без какого-либо подклада, защищающее от цвета. Ну, понятно, демаут или блокаут, должны быть ткани, влажняющие средства, значит, светонепропускание. Поэтому сразу же сборники Мизана-1, Мизана-2, ткани, которые не пропускают свет. Да, ну вот, то, что Ольга сказала, еще и сразу напомню, в принципе, все ткани, помимо АА, вот я начался с носа стойкости, да, высокий мартиндейлозамбеки, напоминаю еще раз, в основном все ткани, ну, это процентов 80 коллекций пожаробезопасных. То есть, вот два таких очень важных свойства, сразу же, которые всегда спрашиваются на коммерческих объектах, это износостойкость и пожаробезопасность. Значит, я сразу, сразу же, сразу же, пожаробезопасность и тоже проговорю, чтобы потом к этому не возвращаться. Мы с 15-го года все наши коллекции, начинаем со 2-го полугодника 15-го года маркировать коричневыми каниками, в Мизана-2 это уже видно, вот если Мизана-1, коллекция, выходившая в первой половине 15-го года, не имела еще коричневого канта, и мы не выносили вот этот самый высокий тест, который говорит о том, что эта ткань не поддерживает горение, самый высокий тест в мире на неподдержание горения, МВП-701. Все гима вот этой коллекции обладают таким тестом, да, для нереки, для Евросоюза, это самый высокий тест, который позволяет использовать ткани в общественных помещениях, в детских садах, где бы тут ни было, вот, и поскольку этот тест очень важный, и для того, чтобы не забыть о том, да, что в этой ткани находится, мы подумали и решили, что давайте все-таки мы будем все коллекции, в которых подобраны ткани пожаробезопасные, каким образом обозначают и решили вот таким коричневым кантиком, да, отмечать все эти коллекции для того, чтобы где бы книжка ни находилась, на столе висела, лежала в машине, как с любой стороны на нее не посмотри, коричневый кан бросается, сразу же подсказывают специалисту, значит, то, что в данной коллекции находится ткани, не поддерживающие горение, поэтому в основном это мы сейчас видим все коллекции, которые уже выходили с лета 15-го года, все обладают, все идут вот с этим количеством карт, по всей нашей коллекции элегансии 80% ткани не поддерживают или вообще не горят, то есть обладает самым высоким тестом, мы коснемся, мы тоже поговорим и об этом тесте. Значит, два вот таких очень важных характеристики или теста, значит, износа стойкости и эксплуатационность, это возниклики Маркендейла и пожаробезопасность, это то, что это базовые фундаментальные такие параметры для использования тканей в общественных и коммерческих объектах. Но дальше интересно, какими тканями уже обладают свойства, в них специализация, вот мы коснулись вязанных димаут и бухаут, да, и соответствующих назначениях. Ну, здесь тоже хочу добавить, что и димауты тоже казалось, зачем это надо, не все. Итого в двух каталогах у нас есть 20 дизайнов, ну, именно дизайнов по цветовой раскладке, вы там посмотрите в разных стилях, но половина из этих тканей имеет тесты Маркендейла-Вазюбита, то есть, соответственно, их можно использовать, кроме как для штор, их можно использовать еще для обеих, то есть они не поддерживают зарение, они имеют тест Маркендейла, и еще и они такие специализированные димауты, бутауты, которые еще и защита от солнечного света существует. Да, такой немножечко парадокс, ткани вроде бы димауты используют на мебель, но вот действительно так, что это значит мультифункциональность, да, настолько универсально, что используют где угодно, потому что одновременно в этих тканях присутствуют все характеристики, про которые мы говорили, в данном случае пожаробезопасность и высокие характеристики по Вазюбиту Маркендейлу. Вот я говорил, 30 тысяч тканей, это уже коммерческое применение, ну, посмотрим, потому что сейчас сразу открываю, подзабыл уже, да, какой Вазюбит и Маркендейлу. Да, Маркендейл 60 тысяч, Вазюбит 70 тысяч. И вот мы понимаем, что ткани очень подходят для соответствующего назначения. Помимо, значит, повторюсь, помимо теста, вернее, параметров на истираемость, износостойкость и пожаробезопасность, значит, специализированные свойства. В данном случае в Мизане обладают оба каталога светозащитой. Ну, вот, например, коллекция «Теглик», да, вот здесь мы это предназначено, вот это уникальная коллекция, она выводилась, если не ошибаюсь, весной этого года, да, но совсем свежая коллекция, поступила на время весной этого года. Вот. Уникальна тем, что, вот, вот, мы даже, значит, в обозначении наших тестов мы их совершенствуемся. Если с 15-го года мы догадались маркировать, значит, наши каталоги вот таким хантиком, чтобы сразу же каталог кричал, что я не поддерживаю горение, самый высокий тест в мире на неподдержание горения, мы пошли дальше, мы стали выносить на центральную страницу еще тесты, уникальные действительно тесты, для конкретной коллекции, если таковой и есть, чтобы потом их не искать, не забыть в многообразии наших коллекций, да, там, какая конкретно книжка каким тестом обладает, мы стали выносить уникальные тесты сразу на первую страницу. Ну, уникальным тестом везде является экотекст стандарт 100, мы выносим всегда на всех наших книжках, у нас нет коллекции, не маркированные тестом, ну, этот текст стандарт 100, про него можно говорить, потому что очень много посвящено времени, знаем, что это за тест. А вот помимо этого теста, значит, еще есть два теста. Первое, вот мы говорим, да, водонепроницаемость, вот это же по-русски написали, водонепроницаемость, как это такая? Ткани, вот это из коллекции первых, не пропускают воду, да, вот такие фактуры мы наблюдаем в этом токологии, уж точно, и под рогожку, и с таким, не знаю, и умягченной, тактильно, прекрасно, но сегодня без кусков крупных работаем, что, в принципе, неправильно, потому что любая коллекция должна показываться только в больших метрах, метр сорок, это наш стандарт. Очень тяжело работать с тканями непосредственно из каталога, потому что невозможно показать, и рассмотреть внимательно ткань, и прочувствовать ее, и тактильно, и визуально. Сегодня мы нарушили эту традицию, вернее, наш стандарт. Тем не менее, я занимаюсь, хочу просто сказать, вот водоотталкивание, нам часто говорили, что такие ткани, примечения действительно полезны, не только для, предположим, для такого, ну, первое, где водоотталкивание напрашивается, да, столовая, крупная столовая, скатерс, хороший столовая, пошить скатерс, да, очень удобно, очень функционально, очень практично, можно использовать ткань для скатерс. Скатерс получается красивый, и мало того, что она красивая, она очень функциональна, и можно стирать, с нее отталкивается вода, все возможные напитки очень легко смываются, и поэтому ткань, вернее, скатерс может служить очень долго, не теряя внешнего, такого своего вида изначального. Поэтому водоотталкивание полезно для, значит, для столовых. Водоотталкивание также может быть применено в мебели. Мы говорим о том, что пролить можно какой-то напиток на кресло, диван, и вот если ткани пористо не обладают антипропиткой на водоотталкивание, ткань, вернее, как бы вода, напиток впитывается, и образуются уже пуки пятна, которые тяжело выводить, это большая проблема. Данные ткани отталкивают любой вид напитка, в основном любой, да, и в течение полуминуты можно смахнуть так вот чуть-чуть с ткани, она скатывается как путь, без причинения ущерба внешнего вида. Очень удобное свойство, да, что-то пролили, вот какая-то лужа, вот она собирается в такие жарики, как в рту, смахнули, ткань сухая и держится. Поэтому вот такое свойство вынесено на первую страничку водоотталкивания. Еще одно уникальное, но если водоотталкивание в этой репине встречается в тканях, есть ткань просто изначально с высочайшей степенью водоотталкивания теклоновой, такой-то пропиткой, да, эти ткани применяются и в террасах, и на улицах. Есть такие ткани, мы с ними не работаем, потому что теклон не маркируется текстом уэко-текстандарт 100, он небезопасен для здоровья, а мы договорились, что мы не работаем с тканями, которые не проходят этого теста. Поэтому мы пытаемся, если говорить о водоотталкивании, то мы пытаемся искать ткани с обработкой таким образом, чтобы водоотталкивание было, но без применения теклона или каких-то, возможно, опасных материалов, которые не обеспечивают безопасность здоровья. В данной ситуации ткань абсолютно экологически безопасна, и она с этим свойством. Но еще очень одно интересное свойство – термостойкость. Любопытное свойство, показывающее, каким образом, в каком направлении, в том числе, двигается современный декоративный текстиль, не стоит на месте не только в колористических каких-то направлениях, в статистических, но еще и в технических. Хай-тек или технологии, пророй технологии позволяют твои ткани с очень уникальными свойствами. Внешне это никак не проявляется на самих тканях, они очень мягкие, драпируемые, интересные. Но вот такое свойство – термостойкость. Что она дает и о чем она говорит? Значит, это параметр… Для начала, как она достигается? Все ткани имеют флисовую основу, согласно чему достигается это свойство. На нитке для тканей она понятна, что она светлая, соответственно, что можно без подклада, а на нитке, конечно, она темная. Там желательно подклад, просто статистическая. Для темных тканей всегда не темная, для цвета всегда не светлая. Да, и дальше, вот, подобная техника исполнения тканей позволяет экономить 40% тепла. Следующим образом, да, значит, если мы вешаем эту ткань на окно, то летом 40% тепла не поступает в сунице в помещение, а зимой в помещении не теряя 40% тепла, сохраняет уже тепло. Кроме таких экзотических способов, да, это самое простое – это использование для покрывала. Покрывало легкое, теплое, ну, если же чуть-чуть подклад туда добавить. И, опять же, что цена, что дополнительные свойства, характеристики позволяют такими покрывалами очень демократично укомплектовать отель, гостиницу и так далее. Прекрасный вариант для таких вот коммерческих. Ну, на Западе, значит, там считают каждую копейку, поэтому экономия тепла, значит, денег. Очень существенно, а тем более 40%. Ну, я думаю, и в России, если, может быть, это не такой главный параметр, но упомянуть о котором очень полезно. Особенно, если мы говорим о каком-то отелье, где как раз-то расход электроэнергии очень всегда повышены, и почему бы на 40% зимой и летом это не так. А лучше, если действительно пошито покрывало плен из этой ткани, то даже без подкладок, потому что есть плен, не нужна подклада, она уже плотная. Ее уже фактически можно обстрачивать, и это готово будет изделие. Оно будет объемным, и оно будет очень теплым, как на подкладе. Фактически слип его нет на одеяло, потому что тонкий такой пледик, 40% экологии тепла, это фактически мы накрылись одеялом. То есть, накрылись пледиком, но вам комфортно в помещении, в котором сейчас нет утопления, в отеле или дома даже, и вот как-то прохладно. Принакрылись, и вам уже тепло. Такой очень функциональный, важный параметр в быту, вынесена термостойкость. Редчайший параметр там не встречается, крайне редко встречается даже в известных брендах, хоть может быть найден разве что в специализированных брендах. Ну понятно, в России его нет, только впервые мы в своей карте всем бренде, в элегансе, вот разместили, привезли коллекцию первых, где впервые этот тест встретился. Будем и в дальнейших тех временных фактурах, и коллекциях, где это будет, и дальше не забывать об этом, значит, тестировать. Ну, здесь еще хочу добавить, мы уже говорим о проектных каких-то работах, то, соответственно, это всегда какой-то тендер, это всегда поставщик, ой, покупатель, заказчик ищет кроме выгодного предложения, понятно, что там отправила деньги, но и еще какие-то уникальные, дополнительные, да, какое-то предложение нестандартное. Поэтому мы точно можем сказать, такую ткань с такими характеристиками, еще дополнительными свойствами, вот на флисовой основе, т.е. сохранение тепла, предложив ее в его проект, вы точно выделитесь из всех остальных ваших конкурентов. И, кстати, когда мы говорили о светоизоляции, понятное дело, эти все ткани уже готовы к демамбуле. Сразу же по определению, потому что плотность. Ну, особенно все, что темное, на черное. Да, темное это 100%, и где-то до 80% поглощения света с светлыми тканями. То есть это в любом случае, так же, как и в той же коллекции Мизановых, Мизанов-1, Мизанов-2, в том числе еще и демамбуле. В темном случае, в темных цветах, это благородный. То есть вот такое назначение. Мультифункциональность проверяется везде, да, и в каких-то полезных свойствах, и даже, возможно, в таком больше пиарном параметре, вот этот термин для водоотталкивания, может быть, в отеле и не нужно это будет, но произнесите для защиты проекта всегда пригодится. Формирование как-то уникальное предложение. Уникальное предложение продолжается. Вот коллекция империал, бархаты наши, это тоже коллекция нового года. популярнейшая фактура, и популярнейшая уже коллекция, значит, такие бархаты, с минимальным блеском, больше матовый, интересный, самых модных цветов и оттенков. с высочайшими тестами по вузелику Аркендейла, вот мы видим, вроде бы, с тестом на них поддержание горения, но, помимо вот этого камняка, мы смотрим на тест, где мы видим пламя, перечеркнутое пламя, и читаем огнестойкость. огнестойкость, это уже, это тест, который мы вынесли на первом заглаве, ЭПАЯ, кто-то может привык больше к такому тесту, как параметру ТРИВЕРА, это ткань, которая полностью не поддерживает горения, не горит, это ткань, которая угорит. Вот если тест МФА701, которыми мы маркируем все наши каталоги, с горящими модельками кальтиков, это МФА701, самый высокий тест в нижнем плане, поддержание горения, ТРИВЕР, это тест, который показывает, что ткань уже не горит. Ткань будет прожигать, идет оплавление, оплавление, без пламени, ткань исчезает на глазах, переплавляется и совершенно не поддерживает таким образом горения. Самый уже такой высокий тест, самый высокий параметр в смысле пожаробезопасности, просили, мы начинаем привозить коллекции уже с таким тестом, ткань, все они были также обеспечены, помимо коричневого кантика, который показывает сразу, что ткань уже может быть использована по критерию пожаробезопасности, но если еще взять руки, увидеть вот это перечеркнутое одно, мы сразу понимаем, что это уже ткань, которая вообще не горит, высочайший показатель для, опять же, коммерческих, конечно, объектов. Ну, очень важный для любого объекта параметр, для коммерческих крайних условий. И здесь, конечно, как такой совет, скажем, счастливый, при, опять же, презентации вашего проекта на тендере, если мы говорим про МПС-701, вам, конечно, потребуют сертификаты, то есть, вы привезете целый ряд бумажек, подтверждающих, что эти ткань поддерживают горение, то при презентации проекта из каталога материала вы просто можете привезти кусок и прямо на презентации попытаться его поджечь. И я думаю, что это будет самым убедительным аргументом для того, чтобы приняли решение в пользу вашего проекта. Совет, когда еще есть практики, поджигая вот эту ткань, имейте в виду, что если вы куски ткани для, значит, поджога или в качестве образцов заказывали, мы вам высылали, мы часто их оверлучим, оверлучим на своих тканях хлопковой ниткой, поэтому внимательно смотрите на тот кусок, который вы поджигаете. С практикой уже говорим, мы не поджигаете со стороны, где кусок оверлучим хлопковой ниткой, потому что хлопковая нитка загорается, горит и создаётся впечатление заряжения. Наблюдаемесь уже, поджигаем, да, чтобы ткань не была проверочной. Все, а после этого, конечно же, самый действительно действенный способ убедить заказчика в том, что ткань может быть применена на агенте. Вот здесь идут дальше, мы говорили, да? Время поживали. Коллекция Спиранс, это коллекция, начало 15-го года, еще не маркировалась, как мы видим, да, тюль, который уже выходил, по-моему, в 16-м году, и уже, и показывали, что эти ткань не поддерживают горение, и стран тоже не поддерживают горение, просит, чтобы у нас там было ремаркироваться. Все тюли, которые мы привозим, все, когда дают параметр, не поддерживают горение, и тестом на безопасность вашего здоровья. У эко-текстов даже 100. Поэтому любой тюлевый каталог, мы просто вам показываем, более ранний, который еще не маркировался, и более поздний, который уже маркируется и у эко-текстов. Тестом, как говорится, Энфопар 601, коричневым кантиком, все тюли в нашей коллекции, все декоммерческие кабины. Кроме тех тюлей, у которых в составе имеются натуральные волокна, потому что свойство неподдержания горения, Энфопар 601 и Эффект, допустимо только для полиэстеровых волокон. То есть волокно уже само имеет какое-то свойство, и, соответственно, ткань изготовлена из этого волокна, где молекула кислорода, которая горит, заменена на молекулу карбона, и, соответственно, эта полиэстеровая нить не поддерживает горения. Соответственно, каталоги, я опять же скажу, что здесь есть ткань не поддерживающих горение. Соответственно, вы можете смотреть, какие-то конкретные ткани вот на обложке каталога, вот весь полный список всех тканей, которые имеются в каталоге, соответственно, здесь вы увидите. Потому что в каталоге нюанс, у нас есть 100% нюанс, у нас есть смесовая ткань, поэтому будьте внимательны, не все тюли в наших тюлих каталогов имеют такие свойства. Смотрите внимательно, во-первых, маркировка на самой ткани, и во-вторых, задняя обложка, какая будет ткань. Ну и также помните, что если есть натуральная нить в составе ткани, она горит. Все натуральные волокна горят. Хорошая поправка. Ну, как правило, в коммерческих объектах используются пили, без каких-то дизайнов, без рисунков, поэтому в основном все натуральные у нас пожары безопасные, но обращать внимание на состав их объекта. Ну и следующее направление у нас, это которое мы активно вот уже развиваем несколько лет. Коллекция, которая обладает такими свойствами и показателями на истираемых долговечность, таким высоким показателем, конечно, находит свое активное применение в мебельных темах, в мебельных студиях активно к нам подключаются, к работе с нами. Вот, у нас даже планируется отдельное направление, которое будет, ну так уже вкратце, к сожалению, у нас сейчас нет образцов, а образцы готовятся, мы будем отдельно презентовать, смотрите за нашими новинками, когда у нас будет прям отдельная мебельная тема, образцы для мебельных студий специально будут созданы. Ну и сейчас мы просто хотели продемонстрировать целый ряд каталогов, которые, ну, рекомендованы и используются, понятно, что для этой темы. И, как правило, ну, мебель можно изготавливать индивидуально, да, там какой-то проект в дом, но, как правило, мебель очень часто используется в проектах, это кафе, это там рестораны, и это, понятно, что и кинотеатры и так далее. И вот, когда мы говорим о наших тканях, мы, в частности, вот здесь вот каталоги, которые показаны, это и Маркус, и Кашмир, и, в частности, Сион, я хочу показать, почему. Вот, то есть они все не поддерживают горение, мы у всех видим коричную полосу ткань, они поддерживают горение, здесь мы ищем, то есть для коммерческих объектов допустимых. Они все пластичные, то есть, соответственно, это шторм могут использоваться, но и, конечно, очень высокие, фактически в этих трех каталогах показатели на уровне 60-90 тысяч Мартиндейла, это, соответственно, использование для кинотеатров, то есть даже с такой высокой проходимостью этот показатель используют. 100 тысяч Мартиндейл и 200 тысяч Мартиндейл для такого плана фактуры, как в Кашмире, это уже, конечно, высочайшие совершенно характеристики, такие, это уже показатель такой неубиваемости, такого безграничных возможностей, мебельность, или это будет уже, там, не знаю, там, партира, для партира, понятно, что это не требовалось, партира, это еще может быть каким-то образом обозначено в определенных фактурах высокий вазимбит и Мартиндейл, мы говорили, для партир, это прежде всего тут уже важно антивандальное свойство, когда плотность основы такова, что если там в помещении находятся там живой животных, вот собачка маленькая, часто там любят, что-то дырает прыгать на партиры, то уже плотность основы ткани высочайшая, позволяет, позволяет сохранять даже и удерживать ткань от разрывов таких мелких животных, которые любят, что-то там драть, коты и собачки, вот, поэтому потрясающие, конечно же, характеристики, от 30 тысяч уходит далеко, 100-200 тысяч, и поэтому мы, опять же, говорим, стремились привозить лучшие ткани, да, стремились привозить ткани, которые имеют, ну, сразу же аргументы в любом тендере, если, конечно, тендер объективный, да, при каких-то равных ценах с возможными конкурентами, свойства этой ткани уже, ну, как бы, как бы, зашкаливают, да, и поэтому, когда мы говорим о разделе, ну, здесь немножко, ну, мебель здесь, да, вот, если хватает, да, да, традиционно часто мы считали, традиционно мы считали, мебель, если шинил, то это мебель, ну, реже может быть варка, но чтобы это была какая-то рогожка, какая-то такая интересная основа, вроде бы непривычно наблюдать ее в мебельном применении, то давно-давно мы, конечно, от этих стереотипов отошли, вот мы показываем, покажи, вот, варктуру. Вот я бы хотела показать, нет, я бы хотела показать здесь именно того, канвас, это наша новинка, это стопроцентный хлопок с мартидейлом 60 тысяч оборотов, то есть уникальный филометр, если мы там показываем, понятно, что Маркус у нас это полиэстеровое волокно, да, вроде показалось, как это понятно, здесь я хочу обратить внимание, в современных интерьерах, это очень, да, все у нас такое, стиль натуральных фактур, и вот каталог Кранвас еще и с такой прекрасной вообще цветовой палитрой, то есть это стопроцентный хлопок, такие объемные рогожки, фактуры очень интересные, и 60 тысяч мартидейл, очень высокий показатель. Ну, я уже не говорю про Маркус, это наш базовый филтолог, который, соответственно, 90 тысяч мартидейл, очень высокий показатель, то есть для даже общественных выборов помещений, для больших проходимых изготовления мебели, точно выигрывает этот темп. Фабриана коллекция, да, уже выходила, там, с конца 15-го года, и присутствует эта интереснейшая коллекция, очень полюбившиеся уже не только мебельщиками, но и декораторами, которые стали применять на объектах наши ткани для трапировки. Вот я хотел бы только что здесь еще остановить свое внимание. Когда мы говорим о коммерческих объектах и подразумеваем использование вот этих тканей на коммерческих объектах, в том числе для мебели, это один подход. Давайте все-таки еще и вспомним, что мультифункциональность дает возможность любому дизайнеру стать, наконец-то, декоратором и решать интерверку в текстильном плане комплексно. Не только оделать окно из ткани, которое в лучшем случае подходит под окно, но в том числе перешивать диваны, шить чехлы, не обязательно новый диван покупать для того, чтобы изменить облик помещения и поднять статус. Можно, поработав со старым диваном, выбрав правильную ткань, перешить чехол, перешить подушки, сделать другие пухики, изменить облик помещения. Задача декоратора, задача дизайнера, да, подарить настроение, подарить праздник своему клиенту. И когда мы говорим о том, что мы шьем красивую портьеру, но рядом оставляем старенькие кресла с этой портьерой, возникает всегда проблема. Возникает для дизайнера, который не мыслит в шире окна, возникает проблема какая? Будет красивая окна появилась. И старенький коврик, и старенький коврик, и старенький коврик, и какими-то, как положим, кресец. Это как? Законченная работа для профессионалов или нет? Понятно вопрос о риторических. И вот мультифункциональность многих наших тканей позволяет, выбрав ткань подпортируют, создав хорошее решение по окну, использовать эти же ткани. Для чехлов на эти креслицы ставят. Для дивана, которые можно передрапировать. И за реальные деньги, за реальный совершенный бюджет, что всегда будет выгодно для конечных коврик, изменить обликовое помещение, это же действительно сделать его обновленным и современным. Но, естественно, у нас, прежде всего, подняется мой бюджет на проекте. А они пошли дополнительные чехлы дебилейбами, мы понимаем, что по расходу это где-то составит приблизительно расходованную расходную ткань, да, с окнами. Это может быть очень дополнительно хороший преработок для профессионалов. Мы говорим, в сегодняшних условиях, когда клиентом его не исполнили, крайне важно, очень важно, да, приходя на объект, решать таким образом задачу, чтобы оставлять довольным клиентам, но брать по максимуму в финансовом смысле про нет. Не отдавать конкурентам то, что вы можете сделать сами. Поэтому ткань позволяет каждому челающему текстильщику, который мыслит свои возможности только по раннему миру одна, действительно, кстати говоря, и потихонечку, потихонечку хотя бы с кресел или с пуфиков, или с пледов, или с каких-то подушечек начинать уже формировать декор всего помещения. А потом потихонечку дойдет до такого покрытия и обоих, и в принципе все, законченное такое вот дизайн, решение всего пространства, которое позволяет вам зарабатывать, наконец-то зарабатывать. А клиенту за реальный бюджет решать проблемы с его помещением, а не думать, как же так теперь при таком замечательном окне, мне вроде бы как уже деваться некуда, надо покупать новую мебель. Это дорого, тем более, если ты у нее тогда-то покупал в архомии, она подает, изнасиловалась, еще функционально может служить, но внешний уже потерял свой объект. Поэтому наши ткани со свойствами, с высокими функциональными свойствами как на заведите Мартин Грейл, как раз и позволяют тут же решить вопросы по окно, решить вопросы по мебель. Поэтому, когда мы говорим о том, что вот, мы сейчас показываем такой мебельный блок, он очень условный, мы его выделили. Почти что любая ткань, если сейчас не брать Юли, будет, как мы уже говорили, обладать высокими характеристиками по Мартин Грейлу и Вазембику, и Жан может применяться в этом как-то менее. Вот любая, да? Коллекцию часа или возьмем, да, там, наши однотоники. Ну, с виду вообще, алька, ну, с виду вообще, ну, ткань в лучшем случае может быть как-то напоминать, что, ну, ты такой, такой, легкий портьер, а будут отрицающие высокие тесты по Мартин Грейлу, будет сразу видно, что это ткань, которая очень легко подходит для работы с мебелью. Поэтому, для коммерческих объектов, да, конечно же, прямое назначение для частных объектов, это возможность для вас, конечно, смотреть смело и шире, чем просто мебельный, и это очень важно, и это характеристика редких брендов, самодостаточных, сильных европейских, где вот так можно решить. В основном, как правило, бренда узко специализируется, либо мебельный, либо портьерный, что мы наблюдаем, да, на складах, либо ты выбираешь, так и трехлитровый, что-то для окон находишь, либо ты должен потом искать ткани на мебель, уже в мебельных компаниях, но между тканями, значит, от одного поставщика и от другого, никакой, есть листящиеся, ни цветовой, ни каких других сверхов, ни по свойствам, ни по характеристикам. Высоких брендах в нашем бренде, ткани мультифункциональные, и туда, и туда. Помним об этом свойстве, используемся, и добавляем в проекты, это поднимает ваш статус перед конкурентом. Если вы клиенту, поднеченному своему, покажете возможности, каким образом можно за реальное, обоснованный бюджет, решить проблему его интерьера целиком, то, конечно же, ваши аргументы, будут сильнее аргументов конкурента, которые просто предможат, где-то, например, красивый партнер, какие-то квартиры. Конечно же, надо идти до конца и стремиться завидеть в корень и доводить работу, не оставлять ее на, как говорится, на полшар. Интерьер после вас должен быть законченным. К этому надо стремиться. Мультифункциональность позволяет решить вот эту проблему. Ну, если вы говорите... Да, у нас не так много времени осталось, и у нас третий вариант развития бизнеса, новый наш, например, продаж, и, соответственно, какие они новые бюджеты открывают? Ну, вот, поскольку... Сколько у нас времени? 16. 16. Попробуем уложиться. Ограниченный всегда временным форматом, но очень... хочется, тем не менее, рассказать об этом, о программе нашей коллекции. Значит, бренд-елегенции, который мы это формируем, на данный момент, на данный момент, до сентября этого года, до вывода новых коллекций, содержит 55 коллекций разных фактурных дизайнов. 55. Где-то, лидировочных, около 30 коллекций, можно даже, честно говоря, очень много. Это будут однотонные, колоссоднокомиками и 20 коллекций с лишним конец дизайнов. Вот такое сейчас состояние дело. Это около 4 тысяч видов тканей находятся на данном моменте коллекционной бренд-елегенции. осенью, я уголовляю на данном контексте, это 9-го разговора, мы покажем еще 10 коллекций. Это уже количество тканей, больше 5 тысяч наименований. Это очень много. Работать с таким количеством книжек можно, удобным образом, можно только в 2-й случае. либо приезжать в наши фирмы на шоу-руме, либо обладать полным собранным сочинением у себя, да, на шоу-руме и тогда каким-то образом работать и выбирать. Что делать векам, которые, она давит нам ее, не могут работать, не могут у себя иметь все собрание сочинений. Вот тогда мы решили, решили, это именно задача сложна во всех отношениях. Каким образом задача стояла скомпоновать нашу всю форматуру всего нашего бренда в какое-то ограниченное количество книжек, куда бы вошли все основные фактуры дизайна, самые каталоги цели, каким образом их скомпоновать, чтобы свести до разумного это количество книжек, их можно было взять на выезд и фактически иметь перед собой всю жаркую коллекцию. Занимаясь этим, вот где-то приблизительно шли к решению этой проблемы. И решена она была следующим образом. Мы создали коллекцию колорубиков. И по принципу святую. В таких шестидесятах основных мы скомпоновали 400 видов ткан. Из 4 тысяч перешли на 4 с. Например, да, я не знаю, это название коммунии, по-русски рубин. 6 таких основных цветов, которые, понятно, имеют свои растяжки. Мы даже показываем, в какой растяжке данный цвет находится. Мы собрали 400 кладей, собрав их скомпоновав между собой разные фактуры, тюли, однотюлики, ткани с дизайнами. Таким образом, чтобы при решении, при работе с интерьером мы имели в нужном цвете все необходимые нам фактуры и дизайны. Синя поднима на фактуру и дизайны. сделали скомпоновали таким образом, что все, все самые важные выжимки в этом цвете в данном цвете в коллекции руби. Но, поскольку, здесь, в 10 раз меньше ткани, чем во всей нашей раме, мы на каждой ткани, на каждой ткани, какую бы мы ни открыли, мы видим сноску, по которой, вот мы считаем, найти данную ткань можно в каталоге там, по прияму, страница 38-я. Данная ткань в этом цвете. А мне нужно, допустим, вот такая ткань в другой фактуре или в каком-то другом возможном цвете, который не находится в этих крышках. Я понимаю, в каком полном собрании сочинения находится данная ткань, и вот коррекция по вариантам. Вот данная ткань. Вот данная ткань в полном сборнике, около 80-10 и листа наименований. И, соответственно, где вы выбегаете? Собрать самые ужинки, и все ребята, и все, и все, которые можно одновременно взять на выезд, разложить по цветам, чтобы тут же можно начинать работу с помещением с нужного цвета. И в случае, если ткань вызывает, вы попали с фактурой, с тем или иным дизайном в интерьер, но вам нужно либо другой цвет, либо какую-то фактуру из этой коллекции, вы находите по ссылке по этой ткани уже материнскую коллекцию, где находится данная ткань, полном уже собрании сочинений, берете ту книжку и работаете уже со всех цветовым гаммой по этой книге. Таким образом. Идея следующая. Вот в чем мультифункциональность, как говорится, на нашего бренда «Аллиганзи» еще здесь состоит. Эта задача изначально решалась для, прежде всего, тех студий, которые работают с архитекторами. Для многих дизайнерских студий, которые отшагаливают парфьеры для архитекторов, всегда возникал вопрос, каким образом установить связь с архитекторами, которые, да, работают с объектами, сами не делали парфьер, и у них должны быть какие-то основные виды ткани в своих студиях, для того, чтобы заложить в проект, а потом уже, когда этот проект будет реализовываться, декораторская студия могла бы там подключиться к работе. Вот что нужно было дать архитектору? Дать бренд аллиганси невозможно. Это не нужно, это неудобно, это невозможно сделать. А дальше из книжек основной фактур, нужных цветов, в архитекторной студии, которая мысль проекта не может заложить ткани с нашими этими свойствами проекта, которые здесь в основном в себе присутствуют, изначально заложив в архитектор, можно ли кто? То есть изначально мы закладывали такую модель B2B, когда декораторская студия работает с архитекторными студиями в своем регионе, и могла бы положить им в архитекторные студии какое-то количество таких комплектов коварбухов для связи, для постоянной связи при работе с текстерем. Но когда мы создали эти книги, показали их на Мазбилде, стало ясно, что для архитекторов это, конечно, вещь, нравится замечательно, хорошая тема, но тема явно понравилась самим салонам. Даже тем, кто имеет понимание для себя все, понравилась идея такой ограниченной сборки, для удобства работы с объектами, для выездов, для оперативности. И сам проект коварбухов не отрицает наличие всей элегансии в том или ином шалоне, а позволяет быть таким выездным комплектом. первый момент. И второй момент. Для многих у нас что еще очень важно поменять. Свою, нашу коллекцию элегансии выводим очень ограничено. Вот это наше, шестое преимущество нашего бренда, то, что коллекция выводится ограниченной. Полное собрание сочинений находится либо на фирменных наших салонах, либо только у лучших клиентов своего дела. Вывод и пополнение нашей элегансии идет только в адресах. Мы не распространяем эту коллекцию любому, кто бы захотел выжить. Есть свои договоренности, есть свои сомнения, если вы дремя. Мы это посвящаем эфир. Менеджер эту информацию доносит и могут объяснить более подробно при желании. Но поскольку спрос всегда превышает данную ситуацию явно превышает предложение и нужно было найти какой-то компромисс между явно более широким спросом, чем наши возможности распространения, мы создали колоруги и вот как модель предлагаем нам для работы. Поскольку шестое наше преимущество или шестое кольцо ограничено и никто не собирается нарушать, мы сразу сказали, полное собрание сочинений мы договорились сразу до 15-20% от полного собрания сочинений мы можем выводить на рынок любым заинтересованным клиентом, кто бы хотел работать с нами до 15-20% от полного собрания сочинений. И вот колоруги это хороший компромисс, здесь 10% от полного количества тканей и мы можем предложить тем салонам, кто по разным причинам не попал в список подписчиков на полное собрание сочинений, по разным причинам не готов работать со всем собраниям, не имеют таких средств, разные причины, но кто хотел бы попробовать вообще работать с нами, колоруги и красный инструмент для старта, для попытки прикоснуться к нашему бренду, поработать, а дальше там уже посмотреть, как будут развиваться события. Любой салон уже мы находим на перспективе и мы работаем с этой коллекцией. Сами колоруги самодостаточны, то есть в принципе с ними можно работать без полного собрания сочинений, по тому, как подобраны звездами в каких цветах и таких факультур, то есть уже можно работать непосредственно с колоруги как с ними бренды. Но вся сила этого предложения как раз и построена на связи частного с целым, то есть части сцена. есть доступ от колоруков ко всей элегантности, то возможности того салона, который имеет всего лишь лижек, становится безграничным, потому что имеется доступ ко всему сразу. И тут вопрос. Что уже стало происходить? И это очень важно. Те салоны, студии, те динеры, которые имеют перед нами обязательства по работе с полными комплектами, сегодня получают возможности в своих регионах, где появляются салоны с колородуком, работать уже вместе на своих территориях. То есть салоны, которые в какой-то городке, в районе, имеют колородук. А один зилер имеет все собрание сочинения. Полностью по себе. Есть в районе между этими салонами устанавливаются очень такая взаимовыгодность. Делер, который имеет полное собрание сочинения, как правильно имеет от нас одно из самых максимальных скидок. Мы не скрываем наши степени доходы 60%, 65-60% всегда будет недели, которые работают с собранием сочинения, свои объемы продаж свои обязательства передают. Тот, кто имеет колородук, работает с нами на общих условиях, имеет экономику работы 40-45%. То есть это может быть 40-45%. Поэтому здесь еще модель бизнеса следующая вырезалась. Ты же на практике реализуется. Владелец полного собрания сочинений предоставляет доступ к своей коллекции тем салонам, кто имеет работу. Дает книжки на улице. Побрият. Потребов полная книжка на улице. У вас 55% скидка у салона, который работает напрямую с гернатом, 40% скидка на этот же побрият. И мы не против, мы наоборот за. Установите контакт, удобный для этих салонов, которые только в Галанбурге. Давайте книжки нам вблизи, предоставьте такой сервис. А в случае обращения к вам этого салона, чтобы через вас разместить заказ, предложите еще от себя 23% салон. Дайте ему от себя уже свои скидки 2, 4, если надо, это большой заказ 5%. Салон получит скидку больше, чем делайте разместить через вас заказ. Вы продадите проекта объем тканей этому клиенту заработал, разницу 10-15% маржи уже с этого заказа, разместив через себя на Делайт этот заказ. Делайт окусит вам соответствующие объемы и проблем никаких. И таким образом все в такой конфигурации удовлетворены сотрудничеством. Салоны, которые имели только колорбук, такой минимальный вход на сотрудничество с нами, самый басовый, самый начальный, самый минимальный с точки зрения каких-то вложений. На общих условиях установили работу по колорбукам и имеют доступ тем не менее ко всему, ко всей как всем нашим обновлениям по-моему собранию сочинались. Тот салон, та студия, которая обладает всеми книжками, имеет дополнительный рисунок в продаже, открывающийся. Не только теперь вы можете рассчитывать на свои силы, на свою конечную базу, но еще и на тех профессионалов, кто рядом. Поддерживайте правильное отношение, установите правильный сервис, предоставьте скидку жаднички, дайте дополнительный салон 3-4-5 процентов и возьмите битубейство уже формат бизнеса. Не только на конечнику вы будете помогать без существа в бизнесу вводим как бы своих конкурентов, но здесь нет противоречий. Здесь вопрос взаимовыбор. Мы говорим, что бывает строит командные в прежде все отношения доверительные, честные. Да, каждый должен заработать. Тот, кто вложится во всю коллекцию, тот, кто несет обязательства переделать, он должен получить больше. Тот, кто меньше рискует, не готов по разным причинам вкладываться, но хотел бы работать, тоже должен с нами работать. И таким образом интересный мультифункционализм возникает уже с ковармуками. То есть мы говорим не только архитекторы теперь могут с вами работать через этот инструмент продаж, если вы дадите ковармуки. и это очень удобный действительно инструмент для профессионалов архитекторов проверим. Согласованно с ними. Вот это тот случай возможно уже первый для складских программ в России, когда архитекторы признают и качество и уровень сборки, компактность, функциональность как инструмента продаж для работы с проектами. потому что работать со всем проектом со всем ассортиментом Delight или DC невозможно, неудобно и непрофессионально для архитектора. А работать с цветами и фактурами, которые обладают всеми характеристиками пожаробезопасности и износа стойкости всеми основными характеристиками для объектов да, это удобно. И поэтому для архитекторов пожалуйста. Но архитекторов сколько вы наберете в своих городах и районах, а в салонах, которые готовы, нас разрывает на части, нам не хватает сегодня первого выхода к аварбуку мы производим вторую же версию. Спрос на вот этот инструмент продаж превзошел все ожидания. Когда нам осыбился этого года, мы показывали этот инструмент продаж больше в срезе для архитекторов и объясняли посмотрите, как можно наши ткани предложить архитекторам, с которыми он работает и чтобы поднять коммерческих обидов, мы столкнулись с тем, что прежде всего желающие на головнуки как раз и стали с вами, которые сказали, а это нам то, что требуется, вот все 50-60 книжек, которые есть у вас, мы бы все равно не разместили, и денег, и возможности работать, все равно нет с таким ассортиментом постоянным, и места нет, самое главное, а вот это то, что надо, дайте. И это стало, а перед нами всегда стоял вопрос о том, как сохранить балансы интересов, как не нарушить ваши интересы в ваших же регионах, как сохранить договоренности, ну, действительно, гранамуки, это тот случай, когда... Время пошло. Время пошло, да? А, ну, то есть у нас уже все, 12, ну, 12 было наше время. Ну, мы еще в эфире? Конечно. А, мы выйти, тогда я знаю, потому что мы подвижемся. Нет, ну что, нет, нас не выключают, пока мы отсюда не уйдем. Последний, посредний, посредний не выключен. Последний, а тогда, может, известная точка, что к тем, прежде всего, я обращаюсь к нашим менеджерам, региональным, и к нашим дилерам, всех, кто нас слушает. Друзья, обратите внимание на то, как можно усилить свой бизнес на своей территории. Если правильно, используя вот это так называемое пятый круг, и пятое кольцо мультивной национальности, через средства в арбиту. Вы посмотрите на вчерашних, еще один, сегодняшних конкурентов, по-другому. Уже не как на конкуренты, а как на коллег по бизнесу, с которыми вы можете установить очень взаимовыгодные связи через выгодную страну на той территории, которую вы приводите. На очень взаимовыгодных условиях. Диля получит доступ в вашей коллекции и какую-то спидку от вас, а вы получите дополнительно одну продажную сеть. Достаточно широкую сеть таких желающих, потому что уже по нашим оценкам это, конечно, очень большое количество по любым регионам запросов для обездачных. Поэтому через своих, дорогие друзья, на нашем деле, обращайтесь через своих региональных мобиль, формируйте заявки, запросы на то возможное количество на своей территории, через вот такой возможный средств битубичного формата взаимодействия со шторными салонами в своих регионах. Для того, чтобы укрепить позиции. И никаких противоречий тут уже не наступает. Поэтому мы вот в таком ключе я бы завершил. Рассказ про колоруги. И это вкратце вот то, что мы сейчас попытались в этом режиме рассказать о мультифункциональности. О мультифункциональности нашего образа напоминают это контрактность, это использование крайней введенным в таком прочтении и контрактно и в частных объектах. И, конечно же, это работа с архитекторами и работа с теми салонами для тех дилеров, кто имеет полное собрание сочинения на южах. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.